Здравствуйте, дорогие зрители канала Самармания, я Олеся. В этом видео я буду сервировать новогодний праздничный стол. Сейчас я кладу на стол веточки искусственной елки. Мне кажется, будет здорово, если на праздничном столе будет не только вкусная еда, но и разные красивые украшения. Я уже постелила белую скатерть и на веточки я положу такой вот базл с шишечками, орешками и елочными игрушками. Очень симпатичная новогодняя композиция, на мой взгляд. Немного поправлю. На белую скатерть я пустила нарядную и серебряную полоску ткани и такие же полоски я повешу на спинке стулья. Стульчики одеты в белые чехлы. Я сервирую стол на две персоны, поэтому у меня два стульчика. Немного неровно получилось, но потом поправлю. Конечно же, какой стол без тарелочек. У меня здесь вот такие красивые тарелочки, украшенные листиками. И они пойдут как подставные, обычно подставные тарелочки. Ставят к самому краю стола. Такая же вторая тарелочка. И дальше идет у нас тарелочка для основного блюда. Она также украшена листиками в приятном зеленом цвете. И ставим ее на подставную тарелочку. Вот так. Следующая тарелочка у нас для супа. Конечно, очень эффектно смотрится, когда посуда в одном стиле. Да, так же с листиками. Так, кладем ее на тарелку для основного блюда. Да, здесь так же замечательно. Так, теперь нам нужны приборы. Блестящие, начищенные. Вилочки обычно кладутся с левой стороны от тарелок. И так же вторую вилочку кладем с левой стороны. Ложечки для супа. Ложечки для супа. Обычно с правой стороны. Вот так. И вторую кладем точно так же. Вот сюда. И обязательно на шину. Кладем их справа. Рядом с ложечкой. Ближе к тарелкам. Угу. Вообще количество приборов зависит от количества блюд. Обычно. Так, и не забываем про залветки. В моем случае они в зеленом цвете. Салфетки можно очень красиво обыграть. Это как дополнительное украшение. Да, украшение стало в какой-то степени. Так, я просто беру тут ниточку серебряного искусственного жемчуга. И наматываю его на салфеточку. Вот так. Очень, очень просто. И кладу салфеточку рядом с тарелочками. Хотя я знаю, что обычно салфеточки кладут прямо на них, на тарелке. Мне так больше нравится. Конечно, мне нужны две таких салфеточки. Здесь главное не торопиться. Так, и такую же ниточку жемчуга. Аккуратно наматываю. Угу. И кладу рядом с тарелочкой. Да, вот здесь вот. Так, ну что ж. Теперь обязательно нужны бокалы. Вот такие вот изящные. Для шампанского. Я поставлю их правее вот сюда. Немножко пододвину нашу композицию. И еще одна пара бокалов. Немного другой формы. Может использоваться для воды, либо сока. А может быть, для вина. Я не знаю почему, но мне очень нравятся ведерки со льдом для напитков. Мне кажется, они являются шикарным украшением стола. Для ведерка, конечно, нужен поднос в цвет. У меня будет серебристая ведерка. Я украшу поднос такой вот милой елочной композицией. Внизу новогоднюю нотку, так скажем. А вот и само ведерко. Ставлю его на поднос. И я придам ему немного нарядности. С помощью серебристого жемчуга. Просто так разрежу. Небрежно. Очень симпатично. Вот так. Я думаю, что пара новогодних фигурок тоже будут не лишними. На праздничном столе. И вот посмотрите, какой чудесный ангелок. Замечательное украшение. Так. Ну и какой же Новый год без Деда Мороза? Полюбуйтесь, какой милашка. Отлично украсит стол. И... 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 Что еще? Ммм... Ну конечно. Конечно же свечи. В красивых подсветниках. Или... Или шикарные канделябры. Посмотрите, какой богатый, нарядный серебристый канделябры. Я его еще украшу бусами. Очень богато смотрится. По-новогоднему. Новогодний стол должен быть богатым, мне кажется. У меня есть еще один такой же канделябры. И я его... Наверное, поставлю просто с другой стороны стола. Так. Да, вот здесь. И я на него накину тоже ниточку. Жемчугу. Так. Смотрится ослепительно, конечно. Ну что ж. Осталось положить в ведро бутылочку шампанского. Охлаждаться. Аккуратно положу. Еще я хотела положить в вазочку. Такую вот зелененькую. Может быть под конфетки какие-нибудь. Ну, пожалуй, и все. Ёлочку нарядила. Стол сервирован. Пора на стол подавать. Да. Да, наверное, уже гостя к столу приглашать. А вам я желаю от всей души душевно встретить этот Новый год. Пора на стол. Музыка. Режу.